Близ завода отопительного оборудования на территории водоподающей станции рабочие во время расчистки канализационного коллектора наткнулись на артиллерийский снаряд. Разглядеть находку под землей бригада слесарей не смогла. Черный полиэтиленовый пакет они вытащили наверх и только после этого поняли, пора бить тревогу. Чистили колодцы, убирали землю. Лопаты поднимал, что-то заступилось. Ну и лопата не берет. Руками взял пакет, потянул его, а там тяжелое, подумал, что-то из стеклянного, как всегда, бутылки бросает. Ну и положил туда наверх. А потом скрываем, видим патрон. Снаряд напоминал винтовочный патрон, но только раз в пять больше. Со своей находкой рабочие обратились на КПП. Охрану попросили оповестить экстренные службы. Дальше действовали в рамках инструкции по безопасности. Принесли его сюда. Поэтому положили его на место, на листу, чтобы он лежал на мягком. Людей сразу от него убрали и вызвали МЧС. Вместе со спасателями на вызов прибыли пожарные, полицейские и взрывотехник. Ведущая роль досталась последнему. Сапер определил. Находка почти историческая. Это снаряд к полевой 45-мм пушке времен Второй мировой войны. К той самой, которую пехота называла «сорокопяткой». Такие легкие пушки ныне стоят у входа в штаб Восточного военного округа в качестве памятников. Снаряд оказался боевым, причем он весьма хорошо сохранился, если не считать скопившейся на нем грязи. Боеприпас отправили на уничтожение. Очистка колодцев от мусора производится раз в год. Следовательно, кто-то спрятал взрывоопасный артефакт в коллекторе прошлым летом. С места происшествия Валентин Борозняк, Александр Ефанов и Степан Симонов.